Приветствую вас, дорогие мои! Сегодня будет общий расклад, расклад-анализ, который называется «Забота о себе». Ничего загадывать не надо. В помощь я взяла колоду по психосоматике, если вдруг потребуется что-то переспросить. Расклад не длинный, но я надеюсь, что после этого расклада вы начнете задавать себе вопросы, начнете разбираться в себе. И поверьте мне, когда вы будете это делать, вы осознаете, что разбираться в себе, искать свое «Я», узнавать свои грани – это очень увлекательное, интересное занятие, времяпровождение. А самое главное – необходимое. Итак, давайте задавать вопрос колоде о заботе о себе. Забыла сказать, я буду смотреть на колоде старого замка. Кто старого замка его называет? Кто темного замка? Ну, давайте пусть будет старый замок, Тара старого замка. Итак, забота о себе для тех, кто меня смотрит. Ничего загадывать не надо. Истинная забота о себе ведь проявляется не в том, чтобы пойти купить новую вещь или накрасить брови. Вот мы сейчас и будем с вами разбираться. Итак, первая позиция. В чем вы чрезмерно к себе строги? В чем вы, мой зритель, чрезмерно к себе строги? Вот именно строги. В чем вы? Оп, карта выпала сама. И тут выпала карта Паш Пентаклей. Вы знаете, по этой карте я хочу сказать, осознавая то, что вы имеете какую-то определенную ценность, вы все-таки себя недооцениваете. Каким образом вы себя недооцените? Всего, скорее, мало в себя вкладываетесь. Экономите на себе деньги, экономите на себе время, экономите на себе какое-то внимание со стороны других лиц, которые вам совершенно необходимы. Дело в том, что Паш Пентаклей – это молодой человек, ну здесь вот молодая девушка, молодая, так скажем, душа, да, ну можно даже сказать ребенок-подросток. То есть вы относитесь к себе как подросток. Мы знаем, что подростки – это состояние, когда перехода из детскости во взрослость, да, и очень много вопросов. Вот у вас очень много вопросов к себе по поводу своей ценности, но вы еще не осознаете, в каком направлении двигаться и что для этого нужно делать. Вот я надеюсь, мой расклад вам в этом и поможет. Задаем следующий вопрос к Олоде. Какую свою важную потребность вы игнорируете? Какую свою важную потребность вы игнорируете? У вас есть по карте Дьявол, выпадает карта Дьявол, и по этой карте я хочу сказать, у вас есть либо какие-то навязчивые мысли, либо какие-то зависимости. Это может быть и зависимость от отношений, и зависимость от, да, хоть от сладкого, хоть от алкоголя, хоть от того, что, а у некоторых и от еды, да, у всех, у каждого своя зависимость. И вот по этой карте Колода вам рекомендует осознать то, что вы игнорируете тот факт, то, что у вас имеется какая-то зависимость, да. Давайте посмотрим, что скажут в помощь здесь по поводу игнорирования, потому что любое игнорирование себя, это, знаете, может привести к заболеваниям. Итак, что вам скажет Колода по поводу игнора важной своей потребности? Что вам скажет Колода по поводу того, что вы игнорите важную потребность? А игнорите вы какую-то зависимость, которая вам закрывает глаза, какую-то страсть, либо к кому-то, либо к чему-то, неприятие мира. Видите, проблема какая? Вот карта называется с этой стороны, у меня новая Колода, метафорические карты. Видите, здесь женщина смотрит в зеркало, вроде как она и молода, но видит она себя какой-то озабоченной, какой-то непринятой в этом мире. И вот вы всего скорее не игнорируете важную часть себя, которая не желает прорабатывать о том, что нужно осознавать себя частью этого мира. Пожалуйста, поймите, мы все единое целое, мы все вместе составляем одно целое нашу большую вселенную. И когда вы начнете себя осознавать частью этой вселенной, многие проблемы будут решаться сами собой. Вы начнете понимать, что ваши действия неразрывно связаны с теми событиями, которые происходят в вашей жизни. Ваши поступки, ваши мысли неразрывно связаны с тем, что у вас происходит, что было, что есть и что будет. Понимаете? Третья позиция. Какая часть вас нуждается в заботе? Какая у вас часть вас нуждается в заботе? Смотрите, девять пентаклей. И мы возвращаемся, пентакли это все-таки ценность. И мы возвращаемся опять к ценностям вашей души, к ценностям вашего существования. Человек приходит на Землю, на эту планету в воплощение с определенной задачей. И до тех пор, пока человек не осознает задачи своей души, потребности своей души, то, что нужно проработать, он не сможет осознать свою ценность. То есть, понимаете, наверное, вы много раз обращали, когда сумели решить какую-то проблему, испытывали облегчение. Вот точно так же и со своей ценностью. То есть, нужно осознать адекватно грани своей ценности души, своего места в этом мире, своего места в своей семье, в своем роду, в своей профессии и так далее. Понимаете? Тут именно разговор о ценности вашего воплощения, о том, что вы можете делать хорошо на благо другим и себе. Когда происходит гармония, когда человек способен творить благо и себе, и другим, в равной степени ему, понимаете, происходит гармония. И человеку все хорошее, что он делает, что ценное он делает, будь это написание статей или шитье халатов, допустим, на работе, или изготовление пирожков на продажу. Если у вас это получается очень хорошо, и если вы делаете то, что нравится людям, это как раз и ваша ценность. В этом как раз и ваша ценность. И это как раз и нужно, об этом нужно заботиться. Это как раз и нужно в себе продвигать. Так вот, ваша самооценка нуждается в вашей заботе. Вам нужно проработать свою самооценку, вам нужно самоутвердиться, искренне самоутвердиться за счет расширения сознания, а не за счет кого-то, да. А именно за счет расширения сознания, за счет повышения осознанности, повышения своих вибраций, нужно поднять свою ценность в своих же глазах. Потому что тут всего скорее те, кто меня смотрит. Да, любого человека, кого ни возьми, каждый нуждается в каком-то одобрении. Ведь мы почему страдаем, почему мы обижаемся? Потому что мы не получаем одобрения с той стороны, откуда мы ждали, да. И страдает наше эго. И вот эта карта об этом. Оцените себя независимо от мнения других. Мнение других – это мнение других. Как говорится, ветер дует, караван идет, да. То есть вы в первую очередь должны ценить сами себя и никогда не ориентироваться на мнение других. То есть в приоритете должно быть ваше мнение о вас, естественно, адекватное. Смотрим заключительную четвертую позицию. Как вы можете проработать и позаботиться о себе? Как вы можете позаботиться о себе? Вот именно находясь в таких энергиях, в которых вы сейчас, как вы можете позаботиться о себе? Смотрите, восемь жезлов. И это разговор о том, что надо быть более стремительным, надо быть более подвижным, более энергичным. Где брать энергию, если ее нет? Сейчас уже у нас скоро весна, витминоз, да, и так далее. Где брать энергию? Делать медитации. Позволять мозгу отдыхать, да. То есть фиксировать те мгновения, когда позволять себе и добиваться как можно большего расширения вот этого промежутка времени, когда в голове нет ни одной мысли. Попробуйте. Это очень здорово очищает сознание. Плюс помогает отваливаться каким-либо негативным программам, поверьте. И вот тут разговор об энергии. О том, что нужно ускоряться именно, знаете, не лежать на диване, так скажем, и не ждать белого принца, ой, красивого принца на белом коне, да. То есть нужно действовать, вот как вы можете позаботиться о себе, не сидеть, не ждать от кого-то поддержки, помощи, а самим. Хотите поддержки, оказывайте поддержку другим. Хотите любви, предложите любовь другому, понимаете. Действуйте. Вот только таким образом вы сможете помочь себе сдвинуться с мертвой точки, если вдруг вы где-то застыли в небытие. На дне колоды паш-жезлов. Это такая подсказочка, разговор о том, что сейчас, возможно, вы в каких-то, ой, простите, жезлов, мечей, что сейчас, возможно, вы в каких-то мечевых энергиях. Что такое мечевые энергии? Это неприятие того, именно с позиции ребенка, именно с позиции неосознанности, неприятие того, что вокруг вас происходит. То есть нежелание смотреть реальности в глаза в том виде, в каком она существует. То есть это желание перевалить свои проблемы, ответственность проблем вашей жизни на кого-то другого. То есть искать виноватых. Вот паш-жезлов – это как раз такая инфантильность, такая скрытая агрессия на мир и на окружающих за то, что все виноваты, а я белый и пушистый. Нет. Вот вам вот эта вот карта говорит, 8 жезлов. Двигайтесь по пути саморазвития, начинайте прорабатывать вот этот вот инфантилизм, вот это вот желание винить и всех, и вся. Выходите из состояния жертвы и поднимайте свою ценность, поднимайте свои вибрации. Первый шаг к этому, я всегда говорю, меня спрашивают, как начинать, ну с чего начинать? Вот прямо сейчас, прямо всю секунду, с чего начинать? Поблагодарите. Поблагодарите себя за то, что вы сейчас получили столько информации и досмотрели видео до конца и готовы его впитать, эту информацию. Кстати, рекомендую пересмотреть, с первого раза информация заходит не сразу. Поблагодарите себя, поблагодарите меня, поблагодарите того, если вы пришли в магазин, как вас обслужил кассир или продавец. Поблагодарите таксиста за то, что он вас довез и, допустим, приехал вовремя. Поблагодарите членов своей семьи за то, что они у вас есть и за то, что вы все вместе сегодня вышли из дома на работу в школу. Ребят, искать повод для благодарности – это тоже уникальное, интересное занятие. Попробуйте, попробуйте. Это очень сильно поднимает вибрации, это помогает выйти на другой уровень развития совершенно, знаете, легко и просто. Самое главное – об этом не забывать, потому что благодарность ведет к абсолютной любви. А это самое лучшее, что вы можете себе позволить в этом мире и даже не в этом тоже. Я вас обнимаю. Всем всего доброго.